В свое время я курил две пачки сигарет в день. Я считаю, что то, что я бросил курить, это одно из моих достижений в больших жизни. Произошло это следующим образом. Мы с женой очень хотели ребенка. Жена у меня врач-хирург. Она сказала, что ты столько куришь, что я думаю, что пока ты не бросишь курить, мы должны ради здоровья нашего будущего ребенка просто воздержаться. Но так это получилось. На самом деле, если говорить серьезно, то я прекрасно помню свои ощущения от того, когда я лично бросал курить, и я понимал, насколько это мучительно. У меня была такая действительно очень мощная поддержка в лице того, что нам действительно хотелось создать полноценную семью. И меня очень поддерживала в этом жена. У нас в России курит 44 миллиона человек на данный момент. Курящих взрослых мужчин уже более 60%. А число курящих женщин в России возросло в два раза за последние несколько лет. Каждый день от потребления табака в мире погибает около 14 тысяч человек. И каждый год только в России 330-400 тысяч человек умирает от болезней, связанных с курением. Компания проводилась, было подано заявок от 16 филиалов со всей территорией Российской Федерации, где расположен банк. И это число сотрудников 2100 человек. 642 человека сделали попытку в течение вот этой недели под влиянием и с помощью коллег, с поддержкой коллег. Я думаю, это немаловажный фактор был, как мы тоже слышали уже от непосредственных участников, попытаться хотя бы в течение этой недели не курить. И если удастся, найдется силу воли, то это продолжить этот такой хороший статус не курения. Коллеги действительно очень сильно помогают. Вплоть до того, что после того, как я сказал, что я бросил курить, мне мой руководитель уже обратил внимание, когда я собирался выходить на то, что я собирался курить. Очень тяжело был первый день. Он меня не отпустил, сделал мне выбор, но тем не менее я ему благодарен, спасибо, вот именно был первый пик. По нашим вот этим программам уже более 300 сотрудников нашей корпорации бросили курить. Мы надеемся и уверены, что навсегда.